Рационализм и конструктивизм, потому что мы здесь говорили, в общем, про стиле, вот, о группировке, потому что все называют топ-хуртинг конструктивизм, но это все так, я правильно еще расскажу об этом в это время, вот, и здесь это первое общежитие коммуна самой известной, коммуна, которая из всех, от того коммуна, которые строились в Советском Союзе, в военное время была самая завершенная, которая действительно в той функции, в которой предполагалась работа, это еще, в случае почти, ничего из-за этого не было нормально, не достроенный летатель. Делался на Ивану Николаеву, 29 по 32 год. А сейчас здесь реконструкция, вот, отчаясь, главный корпус была полностью перестроена, здесь, наверное, 10% уже оригинально вообще осталось. Ее восстанавливают, потому что было почти в минимуме состояния, но здесь, меняя немножко, там, размер комнаты и прочее, я про это расскажу чуть позже. А за ней будет корпус общественный, он еще не трогатый, практически корпус пожаров, мелкими перестройками, вот, пожар будет, уже пошло осенью. Давайте там, пойдем, вот, куда-то там, погружу, пойдем. Здесь было оригинально тысячи ячеек под народного чайка, то есть вместимость в 2000 человек. И в 29-м году строят, стиль строя как раз организация, где работал Иван Николаев. Получается заказ построить три студенческих городка на 10 тысяч студентов. Первые дома коммуны появляются в начале 200-х годов, там, даже с 18-го, ну, пика, 22-й год. А в 24-м году они почти закончились. Именно стихийно, когда рабочие после революции захватывают, там, дома, так называемые, там, выставленные буржуазии господствующих классов, когда говорилось, и пытаются, там, реализовать некий социалистический быт. Совершенно по-разному. Ну, как говорили, коммуны хейби, здесь было тут, там, между духи. Некоторые просто, там, пытаются какие-то, там, общественные работы сделать, там, кормить вместе, стирать вместе. Кто-то даже деньги обуществляет, и все сдают свои зарплаты, и с них всем по надобности выдаются на покупки. Вот, делают по-разному. Но в 24-м году все это почти сошло на нет. Отсюда осадок вырастает новое поколение студентов, и были архитекторов. У Иван Николаев был носом, говоря, вот еще рисунки Николаева как раз с разными частями зданий. И вот этот был первый выпуск МВТУ, который учился в полный цикл, 5 лет после революции. Вот перед ним только ускоренный был курс. Он 25-м год закончил, сделав текстильную фабрику диплома, и он занимался текстильным очень много. Вот, предыдущий его известный проект под этим фабрик «Красная толка» в Иваново. МВТУ им не было очень сильно активно в крути. А там была целая пиада промышленников хороших. Гуан Николаев. Здесь еще интересная самая лифта. Вот сейчас там пантус он видит в треугольном плане. И здесь лифта не было, поскольку это было очень дорого. Да, это, з вами, шедевые фонари. Это фонари, которые используются для осечения промышленных зданий. Это, наверное, первое применение таких фонари в общественном здании, не в промышленном. Потому что мы видим вот такую изобщенную структуру, и вертикальность, она стекленная. А Красая была выкрыта жилетом. Поэтому это выходит на север. Поэтому там всегда есть свет достаточно много, но он всегда рассеянный, нет прямого солнечного света. Он всегда ровное освещение. А реально, конечно, это не фейер. Ну как сказать. Ну лучше же ты все равно не будешь. Это мне не помехали, но я не знаю, что мы поспали, что он сюда вам поспал. Это повторяйте, первый субботник, когда они приехали. Студент, как-то был благословестный. Продолжение следует... Да, собственно, вон там вот фотографии. Видите, с светящимся окном в потолке, а там вот фойе. Вход он вот... То есть, в барах, где мы были. Да, и этот вот вход был на фойе. А вот вот фойе... Ну, мы стоим, мы стоим, мы стоим, а мы стоим, мы стоим, мы стоим. И вот этот раз был фанайсом, вот был, выдавал. Сейчас из-за злого будет запчастно. Я надеюсь, что они еще не нужны, что они устроены, они отзываются. Я надеюсь, что они не нужны. 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 Я надеюсь, что башня Татлина – это фактически модификация джигольского маяка, который еще раньше был сделан. Поэтому весь конструктивизм фактически… Да, вот это именно. Она похожа на джигольский маяк. То есть Татлин ничего нового не придумал. Он просто копировал идею Ишухова. Да. А что там? Утокачки? Да, да. Осторожно. Так что в Касандаре, в центре, в центре Касандаре.